Ах, ну что, дорогой, будем заниматься уборочкой, будем очищать пол, негативные энергии, будем заниматься мытьем пола в нашей шикарной квартире. Так что вот, сольку я уже купила, добавлю сейчас немножко сольки, соды, немножко средства для этого, для мытья, так скажем, и буду мыть пол. Продолжение следует... 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Продолжение следует! Продолжение следует... 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 Вот, но все равно, в любом случае, не написано, какие года, конечно, один из наиболее ярких примеров того, что может ПМО, это что такое, позитивное мысленное отношение, он его ПМО называет, ну так, быстро, ПМО, это жизнь В. Клемента Стоуна. Именно она, именно он решил, что делом его жизни будет использование позитивного мысленного отношения во всех возможных ситуациях. Клемент Стоун. Его биография показывает, какое влияние оказывает на судьбу человека позитивная и конструктивная установка. Я работал вместе с ним около 50 лет, это не просто, 50 лет он с ним работал. Так, читаем дальше. И не знаю человека, который использовал позитивное мысленное отношение лучше Стоуна. Кстати, вы знаете, это было много-много лет назад, мне, кстати, 20 июня будет там 49 лет. Вот, а было это очень-очень давно, я работала еще в журнале правоведения машинисткой. Вот, и начальник у меня был, Иванов Антон Саныч. Так, однажды мы с ним ездили на рынок, знаете, я сейчас в Петербурге такой рынок, где можно купить книжки по баджету, ну, баджет-баджет. Вот, и Антон Саныч, я как сейчас помню, по-моему, он покупал книжки как раз вот Наполеона Хилла в том числе. Вот, и, кстати, очень любезно, он мне купил и подарил книжку, очень красивую, яркую, красочную, знаете, у меня такая одна из моих любимых актрис, вот, и Софи Лорен, книгу Софи Лорен. Ну, читаем дальше. В любом случае, жизнь в Толуна это успех. Так что вот, вот, давайте концентрироваться на этом. На тех, кто добился уже успеха, потому что нужно срочно за день Салманова не быть процветающей, как я напишу в моей книге. Зарабатывать огромные деньги, быть процветающей, так что вот, во всех смыслах, изобильный, процветающий. Так что вот. Потому что мороженое это по 20 рублей, по 8-то и не было, и уже дешевые помидоры, огурцы раскупили, мороженое по 8. А Татьяна Салманова это немножко расстроилась. А что расстраивалась? Ну, чуть-чуть я всего расстроилась, думаю. Ну, такая мотивация еще учиться, понимаете, вот, у богатых, великих, чтобы можно было мороженое даже не по 20 рублей покупать, а там, я не знаю, там, вот эти вот по 10 тысяч долларов, какие-то там с золотом, с этими, с бриллиантами, знаете, типа, сколько там стоит десерт, самый дорогой десерт, то ли 10 тысяч долларов, то ли полторы, в принципе, очень дорого, а не по 8 рублей. В любом случае, жизнь Стоун это успех. Он прожил более 95 лет, 75 из которых были проведены вместе с единственной женой. Смотрите, 75 лет он прожил с одной женой, Клемент Стоун. И его жизнь это успех. А мы с вами еще о нем не говорили, вот в моей студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. И все это время он наслаждался дарами здоровья, благополучия, счастья и уважения коллег и друзей. Боже мой! А я вот это вот, ну да, у меня даже были как-то немножко его, в Америке его книжки немножко как-то вот, я не знаю, такое, наверное, количество у меня было этих книг, Наполеона Хилла, он огромное количество книг написал. Посмотрите, вот пример. Вы спрашиваете, кто добился в жизни процветания. Ответ на ваш вопрос. У Наполеона Хилла этим человеком, я так понимаю, был, был Клемент Стоун, который прожил со своей женой 75 лет. И все это время он наслаждался дарами здоровья, благополучия, счастья и уважения коллег и друзей. Его фирма – одна из ведущих страховых компаний в Америке, достигнувшая мультимиллионного-миллионного уровня дохода. Он жертвовал сотни миллионов долларов на благотворительность и пользу нуждающихся. Стоун написал и опубликовал три книги о позитивном мысленном отношении. И, кроме того, поделился своими идеями о позитивном мысленном отношении с тысячами людей, ставших успешными с его помощью. Тысячи людей стали успешными с его помощью. Он постоянно пропагандировал среди друзей и коллег концепцию позитивного мысленного отношения, своими словами и поступками доказывая эффективность и пользу применения позитивного мысленного отношения. Это прощение – это ПМО. Давайте вновь обратимся к десяти этапам развития ПМО и посмотрим, как В. Клемент Стуун применил тактики каждого этапа в реальной жизни. Прочтя случай из его биографии, вы сможете более продуктивно использовать рекомендации этой книги в жизни. Первый этап – «Уверенно контролируйте свое мышление». Страница 139 – «Ключик позитивного мышления». Наполеона Хилла. Наполеон Хилл и Майкл Рид. Помните, главное пожелание, которое я высказал в этой главе, один из ключевых моментов этого этапа заключается в следующем дивизии. «Я верю, что могу контролировать свои эмоции, настроения, чувства, мысли, склонности, установки, индивидуальные особенности и привычки простым усилием воли и развития позитивного мысленного отношения. Я разовью в себе позитивное мысленное отношение. Точка». Следующая страница. Теперь послушайте, что говорил Птоун о способности контролировать собственное сознание. Я давно являюсь сторонником метода отбора той информации и мыслей, которая становится частью моего сознания и могу противостоять негативным влияниям, с которыми мы все сталкиваемся в поседневной жизни. Еще в подростковом возрасте я пытался нейтрализовать негативные мысли окружающих, но сделать окружающих. Если кто-то говорил мне, что это просто невозможно сделать, или ты не сможешь добиться этого, мое бессознательное моментально посылало сознанию следующее сообщение. Он, наверное, не сможет, но я смогу. Я так часто практиковал этот прием, что со временем он стал выполняться автоматически без всяких затруднений. Птоун не преувеличивает, скорее он даже преуменьшает свои реальные испытания. Он родился на рубеже веков в Чикаго. Когда ему было всего три года, он потерял отца. Его матери приходилось очень много работать, чтобы прокормить их двоих, но денег было так мало, что когда Птоун исполнилось шесть лет, он устроился работать продавцом газет. Остальные продавцы были мальчики подросткового возраста, поэтому они не церемонились с новым конкурентом. Чтобы заставить Стоуна бросить работу, подростки били его почти каждый день. Но Стоуна это не остановило. Он начал ходить по ресторанам и магазинам, чтобы найти своих покупателей. Он учился превозмогать свой страх посредством активной деятельности. Представляете, какую? Ох, приехала! Ох, как вы неожиданно приехали! Она материализовалась! Ох, я буду сейчас вас впитывать! Здесь появится Сбербанка, машина Сбербанка. Ох, Татьяна Салмановна сейчас впечатлится! Они уже приехали! Он прям как-то... Я прям вот увлеклась книгой! Я даже мужчина, я даже пропустила, как вы проехали! Он, наверное, сразу материализовался здесь, прямо около этого на самом деле. Но Татьяна Салмановна немножко шутит, нужно понимать, да? Немножко поднимает себе настроение, поэтому по моему позитивное мысленное отношение учусь. Учусь теперь еще и у Роберта Стоуна и Наполеона Хилла, у всех учусь. Мыслить позитивно, быть процветающей. Посмотрите, сейчас почитаем, сейчас все изучим, сейчас все почитаем, понимаете? Ох, сейчас я впитаю, впитаю. Надо все использовать, понимаете? По Джону Кеха и по Наталье Правдиной, и по Туне Робинсу брать такое, что вот привлекает лучшее, лучшее брать, что такое вот хорошее, думать позитивно здесь такое, там, знаете, какие-то вот такие инструменты для себя, понимаете? Что как-то вот ближе, знаете, ближе. А мне вот ближе впитывать, знаете, впитывать вот эти деньги, этих банков, из государственных машин по Джону Кехе и Наталье Правдиной. Ну а как? Они добились успеха, он уже выходит. Ах, мужчина, ах, он уже выходит. Он уже выходит. Ну-ка, он садится в машину, а знаете, его еще женщина там встречает и провожает, между прочим. Когда он звонит на звоночек, он встречает женщину. Так что вот. Он уже сел в машину. А как вы думали? Мы чуть его не пропустили. Чего-то... Ах, эта дымка, ах, и аура такая, такая вся лучезарная, вся такая богатая, вся такая богатая. Ну что? Ну, дорогие друзья, я даже не знаю, вы можете, наверное, по видео как-то это впитать, по видео немножко впитать. Немножко с юмором отнеситесь, конечно, с юмором. Юмор, позитивное мышление, все считается, что жизнь практически удалась. День удал, ты думаешь, счастлива, живем без плохого настроения, под Светлане Ермаковой. Ах, мужчина этот подъехал, мужчина 014, так что, который вчера симпатичный, на этой же машине ездил. Ходите, мы посмотрим на мужчину. Нет, я вам мужчину его не покажу. Нет, я вам его не покажу. Не покажу. Дина Салмановна вам его не покажет. А, это, наверное, тот же. Ну да. Тот же симпатичный. Ну, я сегодня как-то вот это, надо было, конечно, вот это вот. Это тот же, да, тот же восточный мужчина. Тот же восточный мужчина. Давайте я поставлю на зарядочку. На зарядочку компьютер поставлю. Ах, тот же парень восточный. Просто он не высокого, но вообще такой, прямо такой висит. Такой шикардозный, шикардозный, симпатичный. Он уже там пошел вам за заказом. Он скоро вам заказ привезет, вы не волнуйтесь. Так что вот. В общем, отвлекаться не будем. Ну, я немножко, как бы, ну, пошутить. Ну, как, нужно думать позитивно. Вот, смотрите, били его, мам, это мальчишки. Хотел заработать. Нужна была шесть лет. Шесть лет мальчику было. Вот какая-то конкуренция. Как я всегда иду. Это по Наталье Правдиной. Я иду вне конкуренции. Так что вот. Я считаю, что вне конкуренции. Сейчас почитаем. Представляете? Он работу все равно не бросил. Ох, да. Вот надо учиться, надо учиться. А как? Благодарить. Знаете, благодарить. Где тут о благодарности глава? Сейчас все изучим. Книжка большая. Будем изучать. А что? Да. Будем изучать. Мне интересно, я эту книжку не читала. По крайней мере, здесь вот это вот. Значит так. То, что про Клементо Стоуна я читала. Какой-то из книг я читала. Я читала. Ну, она хорошо. Так уборочка. Знаете, я там это уже загружаю. Я уже и полы часть помыла, передвинула. Мебель вообще там, знаете, в картину. Вот это вот. Ну, потому что у меня должна там высохнуть. Сейчас уже, ну, в принципе, уже подсохла. Теперь нужно передвинуть. Все у меня мебель, одежда. Вот это все это передвинуть. Стулья. В принципе, в коридоре я помыла и на кухне. Вот. А так нужно передвинуть мебель и помыть все уже. Там, особенно в той комнате. У меня там очень много мебели. Там, ну, не мебели, а у меня очень много там. Это одежды, в общем. И картины, и в общем, и стулья. Там много-много всего. И, в общем, там коллекция одежды. Там все. А пол нужно мыть. Так что вот. Поэтому, конечно, у меня такая система. Сначала мою. Знаете, вот. Где вот это вот. Передвинуть, помыть. Потом, чтобы высохло, и уже передвинуть. Вы поняли? Да. И помыть уже с той стороны. Так что я займусь чуть позже этим. И только, знаете, чтобы очистить, чтобы от негатива, от негативных энергий, чтобы только позитив. Ну, хорошо. Давайте. Давайте, в общем. Так. Ну, в общем, да. Он начал ходить по ресторанам и магазинам, чтобы найти своих покупателей. Он учился превозмогать свой страх посредством активной деятельности. Вот. Эта способность действует, несмотря на страх, и составляет тут концепция позитивного мысленного отношения. Как интересно. Это означает умение применять все позитивные силы своего мышления в борьбе с теми негативными переживаниями и событиями, с которыми приходится сталкиваться в жизни. Ну, далеко не всегда легко встречать негативные явления позитивными мыслями и действиями. Вот почему в том всегда прибегал к помощи девизов и заразительных мыслей, которые вы вспоминаете каждый раз, когда чувствуете необходимость добавить огня в свою энергетику. Понимаете? Добавить огня. Ох, страсти. Добавить страсти огня. Ну, уж видели, как я так добавила себе немножко огня. Прежде чем пойти в магазинчик сегодня. Вот эта карточка, ну да, дорогой. Где моя там, где там карточка? Так что вот, эта безлимитная золотая, золотая карта, с которой подушопится. Добавить немножко огня. Я вот так это понимаю. Себя так это немножко замотивировать. И настроить. На золотую карту. Вот он, заразительных мыслей, которые вы вспоминаете каждый раз, когда чувствуете необходимость добавить огня в свою энергетику, позитивности и конструктивности. Вот несколько девизов В. Климента Стоуна. Сделай это прямо сейчас. Есть проблема, это замечательно. Ставьте высокие цели. Каждое препятствие несет в себе равное или даже большее преимущество для тех, кто обладает позитивным мысленным отношением. Успех достигается и поддерживается теми, кто постоянно продолжает стараться, применяя позитивное мысленное отношение. Вот это его девиза, я прочитала. Обратите внимание на то, что каждый из этих девизов заканчивается восклицательным знаком. Благодаря этому каждый раз, вспоминая свои девизы, Стоун добивался сильного воздействия на собственное сознание. Вот что означает полностью владеть своим сознанием, сохранять убежденность в качестве его основной неотъемленной характеристики. Именно вы выбираете установку через призму, которую оцениваете любое событие, которое происходит с вами. Как говорил Стоун, понимаете, да, то есть вот на самом деле важно, понимаете, вот отношение. Как человек вот относится, понимаете, как вот человек относится. В общем, как говорил Стоун, если существует единственная отличительная особенность, которая отделяет успешных людей от тех, кто погряз в неудачах и поражениях, это что это позитивное мысленное отношение. Там, где негативно настроенный человек видит лишь проблему, человек с ПМО видит возможности развития. Ваше будущее предоставляет вам потрясающие возможности добиться успеха, если вы выберете позитивный взгляд на жизнь. Когда же вы приобретаете установку победителя, то вскоре обнаружите, что собственная удача и здоровье полностью зависят только от вас. Второй этап. Концентрируйтесь на том, чего хотите достичь, не думайте о том, чего не хотите. Кстати, да, мне еще тут в комнате, здесь мне в спальне нужно вымыть пол. Вот. И, конечно, на балкончике. Балкончик тоже нужно помыть, балкончик мне тоже нужно помыть. Этот этап является естественным продолжением первого этапа и одной из особенностей применения позитивного мысленного отношения. Он требует постоянной практики. Это что? Концентрируйтесь на том, чего хотите достичь, не думайте о том, чего не хотите. Он требует постоянной практики, тренировки и внимания, но взамен вы получаете целых два преимущества. Во-первых, освобождаете себя от бессмысленной тревоги и страха. Во-вторых, сами начинаете создавать ситуации, нужные для достижения поставленных целей. С самого рождения мы вынуждены становиться негативно настроенными, признал стол. Нам постоянно говорят, что что-то нельзя делать, если что-то, что невозможно изменить. И есть что-то, что невозможно изменить. Вот почему нам так трудно контролировать негативные мысли. Это требует тщательной, сознательной, постоянной переработки поступающей информации. Стоун знал, что говорил, ведь он работал продавцом более 90 лет. Более 90 лет работал продавцом. К 6 лет. При каждой встрече потенциальный клиент мог сказать ему нет. Даже лучшие продавцы знают, что это происходит регулярно. Но ключи к тому, чтобы справиться с потенциальным разочарованием, не думать о том, что вы можете услышать «нет». Вместо этого вам надо сконцентрировать все свое внимание на «да». Та маленькая разница, которая существует между счастьем и удачем с одной стороны и крахом и поражением с другой заключается в том, придерживаетесь ли вы принципов позитивной или негативной установки.